Пять шагов к самореализации 29 сентября 1991 года Добрый день Добрый день Приятно быть снова с вами Я приветствую вас от всего сердца Если вы здесь впервые, то можете подумать, что мы немного сумасшедшие И вы правы Мы даже больше, чем немного сумасшедшие Не обращайте слишком много внимания на слова Откройте свое сердце и отпустите все Будьте счастливы Вам нечего бояться и не о чем беспокоиться Все в порядке Некоторое время тому назад Я делился с вами четырьмя принципами Джиняна Марги Кто может их вспомнить Кто-нибудь Все является проекцией ума Это первый Все является чем? Проекцией ума Да Вся вселенная является проекцией ума Все, что вы видите в этом мире Все, что происходит в вашей жизни Это проекции вашего ума Оно не имеет основания, ценности Вы творение вселенной Какой второй принцип? Мы не существуем Нет начала, нет конца Да, мы не существуем За вашим существованием нет основы Вы ниоткуда не пришли Вы никогда не рождались Вы никогда не умрете Вы ничто из того, что когда-либо можете себе представить И ваша жизнь не существует так, как кажется Какой третий принцип? Яга нет Ничто не имеет эго Да, ничто из того, что существует, не имеет эго Яга ничего не поддерживает Все эти годы вы верили, что у вас есть эго И что вы должны от него избавиться Нет эго, чтобы от него избавляться Если эго нет, делать нечего Нечего бояться, не с чем бороться И какой четвертый принцип? Это понимание того, что не является реализацией Да, понимание того, что не является реализацией Вы никогда не сможете понять реализацию Но вы можете понять, что и не является Все, что существует, не является реализацией Когда избавляешься от всего Реализация возникает сама по себе Эти принципы есть в транскриптах Сегодня и в последующей неделе Я буду делиться с вами Пятью шагами к самореализации Почему есть пять шагов к самореализации? Потому что я только что это придумал Смех Самореализация сама по себе То, что она есть Она не имеет никакого отношения к шагам Самореализация есть Это не что-либо, что вы можете себе вообразить Вам не нужно стремиться к самореализации Вы не должны пытаться ее найти Это подобно тому, как кто-то в океане решает провести курс Как найти океан И в 7 год послушать В то время как они все находятся в океане Вы есть сама реализация Это ваша настоящая природа Я делюсь с вами этими пяти шагами По той причине, что эти пять шагов Часть личного я Эго Я мысли Когда мы работаем с пяти шагами в относительном мире То становимся собой Пробужденными и свободными Первый шаг Молитва и преданность Второй шаг Безмысленное состояние без усилий Третий шаг Разделение света и звука Четвертый шаг Пустота И пятый шаг Блаженство Еще раз Реализация Это не шаг Вы обнаруживаете, что являетесь реализацией Когда эти пять шагов осуществлены Мы начнем с первого Мы касались этого в прошлую пятницу Прошлый четверг В начале, когда человек начинает путь Или даже когда он находится на пути уже какое-то время Молитва и медитация Или молитва и преданность Очень важны Не верьте, что вы уже прошли этот этап Молитва и преданность идут рука об руку Вы становитесь преданными Богу Который находится внутри вас И вы молитесь Богу внутри себя Но вы молитесь не ради вещей Вы молитесь, чтобы воля Бога осуществилась через вас И это делает вас преданными Божеству, которому вы молитесь Вы отдаете себя Вы отдаете все в своей жизни И все, что считаете важным Включая ваши проблемы и обиды Эти вещи важны для вас Иначе бы вы с ними не носились Поэтому вы отдаете их Когда начинаете правильно молиться Вы больше не носитесь с ними Вы начинаете ощущать и знать Что это Вселенная Бога И Бог проявляется в качестве формы Вашей формы В формах Вселенной Животных, минералов Без Бога не было бы никаких форм Все появляется из того, что мы называем Богом Поэтому мы реагируем на все Ботово мы реагируем на Бога С любовью, умиротворением С состраданием Смирением и радостью Все является выражением Бога Если все есть Бог И Бог является основой всего существования Тогда все совершенно Нет ошибок Ошибки приходят из вашего чувства Личного Я Когда вы видите что-то неправильное Это потому, что вы чувствуете Что вы личный Я Вы не отдались Богу через молитву и преданность Поэтому вы должны начать отдаваться полностью Все отдавать Богу Забыть о своих проблемах Забыть о мире Просто отдавать Когда вы начинаете это делать То мягко переходите К состоянию номер два Безмысленное состояние без усилий Когда вы все отдаете Ваш шум становится совершенно спокойным Вы без усилий отбрасываете Вы не отбрасываете Мыслительный механизм Вы как бы перестаете думать Ваш шум становится словно незаполненным Не путайте это с пустотой Это прекрасное состояние без мыслей Также позвольте напомнить Что обычно вы не проскальзываете в это состояние так быстро На это может потребоваться много лет Много реинкарнаций Просто чтобы пройти через состояние молитв и преданности Вы должны стать по-настоящему преданными Очень молящимися Чтобы полностью отдать свою жизнь Так, чтобы ваш шум стал неподвижным Спокойным Умиротворенным Вы начинаете испытывать глубокий покой Счастье, которое вы никогда не испытывали Мир больше не имеет никакой ценности Большую часть времени вы чувствуете себя хорошо Когда вы продолжаете этот путь То постепенно переходите к третьему шагу Вы начинаете видеть свет И свет увеличивается Каждый раз, когда вы закрываете глаза И даже, когда ваши глаза открыты Свет может быть, как свет тысячи солнц Кажется, будто бы мир в огне Многие из вас это видели Также вы начинаете слышать прекрасную музыку сфер Вы слушаете и начинает играть Самая прекрасная музыка Иногда вы видите свет и слышите музыку И это дары милости Вся вселенная наполнена светом Это чистый свет и прекрасные звуки музыки В вашу жизнь приходят боложенные звуки Если люди это не понимают И верят, что это оно и есть То они не могут идти дальше Но это только начало Когда вы сидите в тишине И поглощаетесь светом и звуками Вы входите в пустоту Которая есть четвертый шаг Пустота не похожа На безмысленное состояние без усилий Это глубокая радость Глубокая любовь В этом состоянии Вы совершенно свободны Вы смотрите на мир На вселенную На людей И это становится пустотой Нет ничего, кроме глубокой любви и покоя Глубже, чем вы когда-либо ощущали Вы все еще осознаете, что испытываете это состояние Пустота не темная И это не свет Она не имеет никакого отношения К свету или темноте Это нечто, чем вы стали Нечто настолько чудесное Настолько великое Что нет описания этому чувству Когда вы продолжаете находиться В этом состоянии То впадаете В состояние полного блаженства Блаженство Это снова еще одно слово Которое невозможно описать Счастье по сравнению с ним Ничто Оно не от мира сего Его вы даже не переживаете Вы просто наслаждаетесь им Когда вы в блаженстве Именно тогда вы теряете себя целиком Личное я в это время больше не существует Оно растворилось навсегда Это состояние Из которого вы не можете вернуться Это не что-то, что вы чувствуете Когда медитируете А потом возвращаетесь к личному я Личного я нет Вы покончили с вашим эго Со своим личным я С я-мыслям Вы стали ничем Вы растворились Вы уничтожены Однако вы живы Вы чувствуете, что вы живые И вы не знаете, как вы живете Поскольку так называемая жизнь Которую вы испытывали до этого Больше не существует для вас Вы стали истинным я И вы можете смеяться Поскольку вы осознаете Что всегда были истинным я Никогда не было такого времени Когда вы не были истинным я Вы свободны Совершенно свободны Мир больше не таков Как тот мир, что вы знали раньше Вы продолжаете видеть изображение Но изображение словно надпись Мелом на школьной доске А вы являетесь доской Вы свободны Абсолютно свободны Есть много способов Как это происходит с вами Большинство людей Проходят через эти состояния Очень медленно Есть такие люди Которые по неведомым причинам Проходят через эти пять состояний За один раз Они испытывают эти состояния Одновременно Это так, будто бы они перепрыгнули Тысячу лет в своей эволюции Как вы проходите через эти состояния Через эти пять шагов Размышляя о них Вы используете свой ум Вы используете свое эго Чтобы думать о пяти шагах Вы наблюдаете за собой Вы работаете над собой Иногда вам вообще не нужно работать Эти шаги приходят сами по себе Теперь давайте поговорим о вас Как вы думаете Где вы находитесь Относительно этих пяти шагов Номер ноль Не опускайте себя Но будьте собой честными Вы можете судить об этом По тому, как вы реагируете на жизнь Что вам интересно Если вы все еще возитесь с миром И мир важен для вас Тогда вы знаете Что вы удерживаете себя От того, чтобы испытать пять шагов Вы смотрите на свою жизнь На то, что вам интересно На те вещи в этом мире Которые имеют для вас значение Вещи, которые, как кажется Делают вас счастливыми Вещи, которые заставляют вас Беспокоиться Делают вас несчастными Это препятствия Каждый раз, когда вы увлекаетесь Умом в проблему Во что-либо в этом мире Вы удерживаете себя От того, чтобы идти вперед Поэтому так написано Там, где ваш ум Находится ваше сердце Вы познали Те из вас, кто находится здесь Что мир Не то, чем он кажется В этом мире нет Так называемого Постоянного счастья Вы можете достигать Каких-то форм счастья Но они не длятся долго Вы учитесь тому Что как только вы шум Начинает думать Вы тут же хватаетесь за него И меняете его направление Вы тормозите Своим любым методом Которым можете Ваш ум вам не друг Вы не обучаете своем Вы разучиваете его Вы разучиваете свой ум Просто наблюдая Свои собственные мысли Наблюдая, как вы думаете Не реагируя на свои мысли Не реагируя на то Что происходит в вашем мире Когда вы делаете это То начинаете растворяться Вы обнаруживаете покой Вы обнаруживаете умиротворение Вы становитесь свободными Вы становитесь любовью Вы больше не говорите Слишком много Вы больше не пытаетесь Оценивать мир Или свое положение Вы больше не ищите недостатки Вы становитесь Своим собственным переживанием Вы расширились Раньше вы беспокоились О себе как теле О своем здоровье О своих делах А теперь, когда вы заняты в мире Вы не мир Мир больше не притягивает вас Мир не может вам ничего показать Он ничего не может причинить вам Мир такой же, как и ваше тело Вы не тело Вы не мир Вы не ваш ум Вы нечто совершенно иное Это нечто иное Неописуемо Есть простой пример этого Просто, когда вы смотрите в окно Большинство из вас смотрит на деревья Горы Когда Джняни смотрит в окно Он видит пространство Которое является основой для деревьев Когда обычный человек смотрит на мир Он видит формы, вещи Джняни всегда видит пространство Мир сам по себе покоится в пространстве Это пространство и есть то, что называется сознанием Формы приходят и уходят Но пространство остается Когда вы думаете о своем теле Думайте о нем, как о пространстве Форма изменяется Из младенца в молодую девушку или парня В даму среднего возраста или мужчину В пожилого человека или пожилую даму И вскоре формы нет А пространство остается Пространство никогда не меняется Новое тело входит в игру Старое тело ушло Новое тело обретает рождение в пространстве Так называемый секрет в том, чтобы отождествляться с пространством Пространство всегда было вашей настоящей природой Когда вы отождествляетесь скорее с пространством, чем с телом То полагайте себе конец как телу Как эго Как личному я Пространство всепронизывающее Всеприсутствующее Проводитесь к себе Очнитесь Многие люди верят, что творческий разум Это сознание, истинное я Такие люди, как Моцарт, Петховен, Де Винчи, Платон, Аристотель Все они используют творческий разум И мы смотрим на это, как на нечто хорошее Однако этот творческий разум Обрыв аудиозапись Тело само по себе инертное Это кусок мертвой плоти Оно не может подхватить простуду Как кусок тела может подхватить простуду? Тело само по себе ничего не может делать Это просто плоть и кости Это творческий разум движет тело Творческий разум заставляет тело двигаться, как марионетку Однако большинство из нас считает, что если у нас есть творческий разум, это хорошо И это только еще одно название вашего ума Даже несмотря на то, что, как кажется, он создает чудесные вещи Все великие артисты, великие музыканты, великие философы использовали творческий разум Однако он препятствует вашему пробуждению Я не говорю, что это неправильно Быть великим музыкантом, артистом или философом Или делать то, что вы делаете Но истина в том, что это не истинное я Узел должен быть разорван Когда узел разрывается, истинное я высияет в качестве я Метод разорвать этот узел, или один из методов С помощью самоисследования Скажем, вы, Эйнштейн, вы работаете над теорией относительности С точки зрения человеческой расы, мы считаем Эйнштейна гением Он использовал творческий разум, чтобы открыть множество чудесных вещей С помощью математики Однако, что хорошего в этом для мира? Может казаться, что это продвинуло мир на одну метку Но в действительности это выстраивает эго Эйнштейн должен был задать себе следующий вопрос Кто открыл относительность? Кому это приходит? Откуда появились все эти идеи? Кто сформулировал эту теорию? И он бы осознал, что ум сделал все это, чтобы расширить знания человеческой расы Видите, все это шутка Шутка над вами Все эти великие изобретения Все эти великие вещи, которые пришли в этот мир Вещи, которыми вы гордитесь Искусство, музыка Все это большая шутка К чему это ведет? Что является окончательным? Ни к чему не ведет Это ведет по кругу и по кругу Приходят новые поколения Они используют все эти знания Потом цивилизации стираются И все начинается снова Мудрый человек начинает понимать Что истинное Я – это реальность И выходит за пределы всего Он выходит за пределы творческого разума Исследуя, кто я Когда я мысль отслеживается до источника Узел наконец-то разрывается Как резинка Схлопывается в истинное Я И тело кажется живым, как тело Но с тем, с кем это происходит Случилось нечто чудесное Он стал вселенной Еще раз Давайте вернемся к вашей жизни Вы считаете, что вы женщина Мужчина, мальчик, девочка У вас есть переживания У вас есть жизнь, чтобы жить У вас есть семья, которую нужно растить Таракан проходит через одно и то же Смех Вы наступаете на таракана И это конец его существования Возможно, мы живем немного дольше, чем таракан Возможно, никто на нас не наступает Но чего мы достигаем Чего мы ищем на самом деле Или к чему мы стремимся Чего мы хотим Все это чепуха Все это ерунда Вся сегодняшняя лекция Чепуха Я ничего не сказал Почему я сижу здесь и говорю Что это дало вам? Что мой разговор дал вам? И это заставляет вас сказать О чем он говорит Пробудитесь Пробудитесь от смертного сна Пожалуйста, задавайте вопрос Роберт, сегодня вы упомянули Что когда вы смотрите на формы объекта То видите пространство Я думаю, что мне нужна ваша помощь Чтобы понять Что вы подразумеваете под пространством Если вы посмотрите на свое тело Под электронным микроскопом То увидите Огромное расстояние Между атомами Это пространство Удерживает атомы вместе Роберт, я знаю все это Но это не помогает мне Увидеть пространство Если вы хотите увидеть Пространство Вы должны обратиться внутрь Идите глубже Чем вы когда-либо заходили Полностью избавьтесь от своего тела И вы будете пространством То есть я не буду видеть атомы в форме Только пространство Вы будете видеть пространство Так же, как вы видите изображение на доске Когда вы смотрите на доску То видите изображение Но большинство людей не осознают, что за ними есть доска Они воспринимают их, как само собой разумеющееся А просветленный знает о доске, как об источнике изображений Просветленный смотрит сквозь изображение на саму доску Кто-то может прийти и стереть изображение Нарисовать новое Мудрец может видеть сквозь изображение доску Он видит доску, как источник Или же лучший пример – зеркало Ребенок пытается схватить образ в зеркале Все, что он может выхватить – это зеркало Но его внимание направлено на изображение Так вот, мудрец осознает, что изображение – это отражение сознания И он способен смотреть сквозь это Мудрец видит изображение Но только как отражение света А реальность – это пространство Пространство – это не то, что вы думаете Путаница заключается в том, что вы чувствуете, что пространство – это ничто Это действительно ничто, но это такое ничто, которое вы никогда не поймете Это действительно ничто Абсолютное ничто Тотальное ничто Поэтому вы должны нырнуть обратно внутрь себя и заставить себя исчезнуть Потом вы увидите пространство Потому что вы будете пространством Вы можете видеть только то, что вы есть Если вы считаете себя телом, тогда вы видите другие тела Когда вы знаете, что вы не тело, как вы можете видеть тело? Поэтому обнаружьте, кем вы являетесь на самом деле И тогда вы увидите То, что увидите Роберт Джняни – это так называемый индивидуум, который достиг этапа блаженства и выше Есть некто, кто испытывает первые четыре этапа А у пятого этапа нет переживающего Есть только переживания Хотя слово «переживание» Нет Джняни вообще не переживает никаких этапов Для Джняни нет пятого этапа Чтобы испытывать пятый этап, должен быть кто-то Джняни вне пятого этапа Нет переживающего Джняни не может переживать ни пятый этап, ни что-либо другое за пределами пятого этапа Нет за пределами За пределами не существует Потому что за пределами означает, что есть одно за другим А для Джняни нет ничего, чтобы имело какую-либо ценность или истину Поэтому нет никакого состояния, которое переживал бы Джняни Пятое состояние, четвертое состояние Только для эго, для тела Даже пятое состояние? Да, потому что для Джняни нет пятого состояния Когда Джняни объясняет это, он говорит о пятом состоянии Но у самого Джняни никого не осталось, чтобы испытывать какое-то пятое состояние Для этого должен быть переживающий Должно быть я Поэтому вы можете сказать Я испытал пятое состояние Если вы это говорите Значит, это не так Да, он не испытывал и никогда не испытает Есть тотальная пустота Я пытаюсь выдумать что-то в своем уме, чтобы продолжать говорить об этом Это нельзя объяснить Не о чем говорить Нет слов, которые могли бы описать это Я пытаюсь выразить словами вещи, которые невозможно выразить словами И это за пределами слов и мыслей Пока вы можете это объяснить, это не оно Роверт, вы способны ощутить, когда человек отождествляется со своим божественным Я? Есть только одно Я Нет никого, чтобы что-то ощущать Одно Я пронизывает все и является всем То есть, ментальный фокус той формы, которую вы не видите, но на которую вы смотрите Не меняется вместе с внутренним фокусом этой бесформенной формы Когда они переключаются от отождествления со своим телом на отождествление со своим внутренним Я Мудрец видит совершенство Конечный результат Больше ничего нет Это все, что он видит, ничего другого и точка Это все, что есть Все остальное для него уничтожено Остальное никогда не существовало Но тогда оно не должно было уничтожаться Точно В первую очередь его и не было Точно Это четко, мне это нравится Очень непорочно Непорочное зачатие Ничего не происходит, это здорово Смеется Достиг ли Иисус состояние, о котором мы говорим? Вы должны поговорить об этом с Иисусом А Роберт, что является источником света и музыки, которые мы слышим? Ум Все появляется из ума Все Вся красота, все уродство Все радости, все печали Все от ума Убейте ум И вы будете свободны Именно это означает высказывание Если вы увидите по дороге Будду, убейте его Потому что если вы можете видеть Будду, вы видите себя, свой ум Будды нет Будды никогда не было Поэтому если вы видите, что что-то видится как Будда Убейте его Это то же самое, что и убить свой собственный ум Да Это невозможно сделать Нет тебя, чтобы убить свой ум Вы спрашиваете меня, будто бы я мой ум Когда вы говорите, убейте свой ум, вы просите невозможного Потому что нет вас, который может это сделать Нет, вы об этом не знаете Как же не знаю Тогда убейте его и покончите с этим Правильно Никто ничего не будет делать Вы есть ничто Почему вы хотите что-то делать? Я не хочу Так будьте ничто и покойтесь в ничто Спасибо Я поработаю над этим Только не усложняйте это Смеется Пусть будет простым Хорошо Если мы видим по дороге эго, убить его? То же самое Будда – это эго Что бы вы ни видели, убивайте это Убивайте источник этого Звучит как жажда крови Да Только не держитесь Только не держитесь за вещи Если вы сможете это отбросить, будет здорово Но иногда можно использовать термин убить его Чтобы дать вам понять Что вы должны сделать на самом деле Вы должны всей душой С полным энтузиазмом Отпустить Полностью раздавить его Без компромиссов стать радикальным Очень радикальным Да, тотально радикальным Полностью Роберт, иногда это звучит для меня парадоксально Что мы стараемся не подпадать под влияние мира Или он нас не затрагивает Для того, чтобы стать более сострадательными По отношению к нему же Или же быть более сострадательными Это как бы несовместимо Вы знаете, что я имею в виду Когда вы автоматически отпускаете мир Сострадание приходит само по себе Когда вы не реагируете на обстоятельства Вы становитесь уменьшенным проявлением сострадания Но если нас не затрагивают вещи Я естественным образом затрагиваюсь вещами Потому что я в мире И не чувствую так, что у меня есть сострадание Потому что меня не затрагивает мир Скорее наоборот Потому что меня трогает то, что происходит Это не совсем сострадание То, что вы испытываете Вы как бы испытываете жалость к самому себе Я испытываю жалость к самому себе? Почему? Потому что вы видите обстоятельства И говорите «Слава Богу, это был не я» Вы смотрите на обстоятельства Что бы ни происходило в мире И вы видите его с вашей точки зрения Вы испытываете жалость к человеку Который что-то переживает Но вы испытываете жалость к себе Вы сами это делаете Ваш ум В то время как чистое сострадание Позволяет превзойти обстоятельства Оно не воспринимает обстоятельства Как грустное Грусть – это не маленькое сострадание Не осуждение Когда вы испытываете сочувствие кому-нибудь Или к ситуации Это не настоящее сострадание Сострадание – это огромная любовь Огромное чувство радости Чувство, что все хорошо То есть вы говорите Что у него практически другое определение Которое отличается от того Что я называю состраданием Это путь Когда вы осознаете Что человек проходит через опыт Который необходим Для его раскрытия и свободы Вы понимаете Что у вас есть огромное сострадание Огромная любовь Огромное умиротворение К этой ситуации Но большинство людей Смотрит на сострадание Как на нечто Что они думают о себе У них есть разные чувства и эмоции И когда они видят Что что-то происходит Они плачут Расстраиваются Они думают Что это сострадание Но это не сострадание Это ощущение Жалости к себе Тогда сострадание Сострадание может возникнуть Только тогда Когда эго находится В состоянии временного бездействия Когда оно не присутствует Да, да Истинное сострадание Истинное сострадание Тем временем Мы должны делать все Что можем Чтобы помогать другим И не думать об этом Просто помогать Делать все Что мы можем Стараться Оставаться Счастливыми Не позволять Тому Что происходит В мире Опускать себя Быть радостными Просто смотрите На мир Как на нечто Меняющееся Мир все время Меняется Он никогда Не бывает Одним и тем же Старайтесь Удерживать Своем От того Чтобы идти наружу Втягивайте Его обратно Каждое Переживание От эго Что Каждое Переживание От эго Каждое Переживание Да Да Каждое Переживание Исходит Из ума Ум От эго Убейте Ум Убейте Эго Убейте Себя Смех Аллилуйя И покончите Со всем Может быть На это Если бы Вы поменяли Свое имя Это бы Помогло Ученики Смеются Здесь Причина Этого Потому что В вашем Старом Я Вы думаете Что вы Тело Вы думаете Что вы Отождествляетесь Со всеми Проблемами Мир Официально Кто Кто-то Кто-то Сказал Что я Должен Оставить Свое имя И что Это было Имя Бога Которое Мне Дали Из Старого Завета Поэтому Я Поменял Свое Имя Обратно На Имя Нейт Еще Долгое Время У меня На Чике Значилось Исайя Я могу Упоминать Об этом Это Стоит Того Чтобы Все Посмеялись Надо Мной Но Нейт В Старом Завете Означает Дар Бога Не Нужно Отождествлять Натана С этим Я Хочу Но Вы Отождествляете Натана С проблемами Да Да Я Осознаю Это Я могу Сказать Что Много Раз Читал Я Исто Недавно Я Приехал В дом Своих Друзей И Прочитал Я Исто И Я Понял Это Я Понимаю Это Или Ум Понимает Это Я О Том Что Я Ясно Знал О Чем Говорил Несаргадат Вы Понимаете Это Интеллектуально Или У вас Было Живое Переживание Истины Нет Это Было Глубже Чем Умственно Я Знаю Это Я Был В Изумлении Когда Читал Это Я Просто Читал Разные Части Книги Потому Что У меня Не Было Много Времени Но Я Чудесно Мог Понимать И Прошлое Ничего Не Значило Для Меня Как Вы Реагировали На Мир После Этого И На Свои Личные Проблемы Примерно Так же Так Что В Этому Хорошего Но Фактически Есть Сдвиг В Прошлый Раз Когда Я Говорил С вами Об Этому С Группой Я Действительно Чувствую Что 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 Сдвигается Нутри Меня Это Я Просто Говорю Когда Что То Сдвигается Внутри Вас Что Вы Чувствуете Относительно Своего Тела И Мира Я Все Равно Чувствую В Этом Я Не Могу Солгать По Этому Поводу Но Я Чувствую Нечто Внутри Меня Люди Которые Меня Давно Знают Увидели Какие-то Изменения Во Мне Я Не Спрашивал Их Об Этому В То же Есть Страх Я Не Знаю Почему Страх Это Часть Старого Образа Поведения А Все Уйдет В свое Время Вы Имейте Ввиду Что-то Будет Меняться И Не Так Чтобы Контролировать Может Так Быть Вы Осознаете Внутри Себя Что Вам Ничего Не Нужно Контролировать Контроля Нет Есть Нечто Что Слушает То Чем Вы Говорите Вступает Ум И Фактически Пытается Отодвинуть То Что Вы Говорите По Сути Напуская Белое Пятно Не Боритесь С Этим Пусть Будет Наблюдайте Это Смотрите На Это Становитесь Свидетелем Этого Позвольте Пройти Этому Мимо Вас Когда Кажется Что Ничего Не Происходит Тогда Появляется Уныние Что Вы Хотите Чтобы Произошло Я Хочу Быть Свободным От Этой Боли Которая Есть В Моем Тере И Так Сказать В Моей Душе На самом деле Не Не Желайте Этого Не Желайте Быть Свободными От Вашей Боли Правда Не Стремитесь К Свободе От Вашей Боли Знаете Почему Потому Что Когда Вы Стремитесь К Свободе От Боли Вы Верите Что Боль Имеет Основу И Это Реальность Тогда Вам Нужно Избавляться От Нее Но В Действительности И В Реальности Никогда Не Была Боли Боли Нет Вы Должны Задать Себе Вопрос Кому Приходит Боль Ваше Истинное Я Никогда Не Может Иметь Боль Конечно Я Чувствую Боль Я Осознаю Что Я Чувствую Боль Вы Чувствуете Боль И Думаете Что Вы Должны Избавиться От Нее Попробуйте По Другому А Попробуйте Больше Ни От Чего Не Избавляться Вам Ни От Чего Не Нужно Избавляться Потому Что В Первую Очередь Оно Никогда Не Существовало У Него Нет Основы Я Слышу Что Вы Говорите Ровер Даже Если Вы Это Чувствуете Смотрите На Это Идея Хочет Верить В То Что Вы Говорите И Я Хочу Вспомните Еще Раз Я Упомяну Ваше Тело Само По Себе Инерт Да Это Кусок Мертвой Плоти Откуда Может Появиться Боль Если Вы Без Сознания Вы Не Можете Чувствовать Боль Если Ваше Тело Мертвое Вы Ничего Не Можете Чувствовать Тело Само По Себе Не И Чувствует Чувствует Творческая Разумность Тогда Зачем Творческой Разумности Наделять Меня И Других Людей Болью Я Говорю Не Только За Себя Потому Что Многие Люди Страдают И Это То Что Вы Видите Поэтому В Вышем Учении Вам Говорится Сначала Вы Видите Истину О Себе А Потом Посмотрите Кто Страдает Другими Словами Обнаружьте Себя Пробудитесь К себе Потом Вы Сможете Увидеть Кто Страдает Но Если Вы Не Пробуждены И Вы Считаете Себя Телом И Умом Тогда Вы Будете Видеть Самые Разные Страдания Спасибо Но Вы Прогрессируете Это Хорошо Да Я Прогрессирую Я Не 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 Почему Бы И Нет Прогресс Происходит Что То Происходит Ни С Кем У Вас Все Хорошо Получается Нэйд Телом Субтитры создавал DimaTorzok